Музыка Ситуация, которая в этой грабой пицце, на что она ориентирована? Она ориентирована на то, чтобы помирить бизнес-соядки. Точнее, не помирить, а заставить их работать как единая успешная команда для достижения бизнес-цели компании. Цель этой игры или целевая аудитория. Это для всех, кто имеет какое-то отношение к IT и бизнес-вертикалу. Что наш фокус основной? Во-первых, получение основного опыта работы вместе, причем с фокусом на успех компании. То есть во главе областа стоят бизнес-цели, которые понимают IT и другие. И при принятии решения они понимают, для чего это делается. Стратегия, планы компании и так далее. Следующий момент. Для бизнеса она призвана помочь, дать более глубокое понимание IT-процессов, которые происходят. Почему они, то есть, если, я думаю, достаточно часто вы сталкивались с ситуацией, когда переходишь к IT, а они говорят, а мы не можем это сделать. Чего ты не пришел к нам неделю назад, две недели. И вообще, зачем тебе у нас подняться, что ограничено стоит. Вот, то есть, чтобы дать некоторое понимание, как это работает в IT и как надо с ними общаться. Для IT, соответственно, в сторону бизнеса то же самое. Понять, почему бизнес, с бизнесом, как с ним общаться, какие доносить ему результаты. Те отчеты, которые делает IT, вообще они ценные для него. То есть, научиться, грубо говоря, продавать себя бизнесу, чтобы он понял, насколько IT важен. Ну, и есть еще один момент. В рамках КВИЛ компания может понять, насколько зрело ее взаимопонимание IT и бизнеса и увидеть, как бы, направление для развития. То есть, где крепко, где хорошо, что надо поменять. Ситуация. Компания, которая производит пиццу, чуть-чуть, да, думаю, корректирует с тем, что вы во что-то, конечно, играли. Одна из самых больших компаний по производству пиццы в мире. За основу этой игры была взята реальная компания, в основу игры была это... Доминос, Доминос, спасибо. Доминос, американская компания по продаже пиццы. Высококачественный продукт у нее. Формула успеха – это пицца рядом с тобой. Не больше 10 долларов. И гарантированное время доставки там не больше 10 минут, предположим. То есть, у них централизованная база рецептов, децентрализованная продажа. То есть, они продают... Пиццу доставляет уже компания, которая работает по франшизе. Но, когда ты звонишь, ты звонишь всегда в одно место. База рецептов тоже находится в одном месте, централизованная. Ну, и администрирование всего этого дела тоже находится в одном месте. Вот такая вот. То есть, вы попадаете в эту виртуальную ситуацию, и в течение дня вы как IT и бизнес-команда управляете этой компанией. Но, как вы понимаете, не все так хорошо у нее, как хотелось бы мне, как SEO. То есть, есть два таких направления играющих. Одни представляют бизнес, вторые представляют IT. В роли SEO играют ведущие игры, он же играет и модератор этой игры. Немножко более детально про роли. Ролей достаточно много. У всех есть свои инструкции. Есть бизнес. Вот количество красных вот этих вот мордочек означает количество играющих. То есть, это минимальное количество играющих в этой игру. Но они могут подмасштабироваться. То есть, бизнес может быть как одним человеком, так и трех. У бизнеса есть стратегические инициативы, которые он может внедрить. Есть определенные условия, по которым они будут внедряться. Есть значение, что это будет означать, ну, как бы, для компаний. Вот, в рамках денег. То есть, и они больны. Это внедрять бизнес-инициативы, стратегические инициативы в том порядке, в котором они захотят. Почитают нужды. Есть у нас менеджер уровня услуг. Это сервис-левел администратора, который транслирует. А что же означает бизнес, стратегические инициативы бизнеса, IT. Руководитель IT, ну, собственно, который руководит всей командой. Есть IT-финансы, которые освеживают финансовые потоки, относящиеся только к IT. Менеджеры изменения, которые планируют, приоритизируют изменения, которые должны... Каждая инициатива стратегическая бизнеса, она... Ну, она не может быть пройти, там, бесследно для бизнеса, для IT-мощностей, для команды IT, которая, соответственно, каждая инициатива влечет за собой одно или несколько изменений в структуре, IT-инфраструктуре. И вот менеджеры изменения, эти изменения планируют, отслеживают, понимают, сколько они стоят, приоритизируют каким-то образом. Ну, и, собственно, праздник. Есть эксплуатация IT, собственно, которые отслеживают инфраструктуру и понимают, какие тенденции сейчас с ней происходят, что надо менять, и они тоже могут инициировать запросы на изменения, чтобы инфраструктура выдержала, во-первых, текущую загрузку, во-вторых, те инициативы, которые внедряют бизнес. Ну, и, собственно, есть наш IT-поддержка, в рамках которой есть несколько араллелей. Service Desk, Instant Manager и Problem Manager. То есть Service Desk отвечает на звонки, которые попадают в компанию, вместе с Instant Manager их решают каким-то образом, а Problem Manager, он отвечает за то, чтобы отслеживать тенденции. И, соответственно, если он видит, что какие-то тенденции, ну, в общем, угрожающие, допустим, на текущий момент каких-то проблем становится все больше и больше, он может тоже инициировать запросы на изменения. И вот всей этой вот дружной компании надо договориться. Причем договориться таким образом, чтобы я, как все, он, он же ведущий, получил в конце те результаты, которые я ожидаю от этой компании. То есть, а результаты следующие. Текущая ситуация, да. Первые шесть месяцев были не очень успешны. И я ожидаю, что вот те инициативы стратегические, которые есть в компании, что они мне принесут тот доход, на который я рассчитывал сам на счет, или больше. Ну и, соответственно, что я ожидаю от своей команды, да. Принятие эффективных управленческих решений для достижения цели бизнеса. Управление бизнес-требованием, управление услугами, их постоянным, как бы, беспределительным предоставлением бизнесу. Управление бюджетом, ну и, собственно, управление изменениями. Я, когда описывал уровень, немножко эти все функции проговорили. Как идет игра? Играем первый раунд. После первого раунда идет рефлексия. То есть, ведущий совместно с командой, он обсуждает, что было так, что команда, как бы, сделала правильно, что нет. Какие улучшения могут быть внедрены в следующем раунде. После этого есть время на улучшение, на подготовку к следующему раунду. То есть, идея следующая. В течение каждого раунда, в данном случае в течение шести раундов, команда улучшится. То есть, она после шестого раунда уже выходит гораздо более мощной, умной, дружной, понимающей, как надо взаимодействовать IT с бизнесом, бизнес-IT, закрытие проекта. Шаги в каждом месяце. Анализ текущей инфраструктуры, анализ ролей, какое должно быть взаимодействие между ними. Каждый раунд ведущий может внести какую-то новую информацию, запросить новые данные у команды. То есть, если все хорошо, соответственно, количество вводных начинает увеличиваться, если меньше, то, наоборот, ведущий выдает команде понятную ситуацию, в которой они сейчас находятся, в ней лучше разобраться. Принимаются звонки, они как-то решаются, анализируются бизнес-требования и возможности инфраструктуры, принимаются решения относительно ресурсов. То есть, команда может тренироваться, может не тренироваться. То есть, опять же, многие решения, то есть, в этой игре, ну и во всех бизнес-играх, решения о том, как действовать, стоят за командой. И после каждого раунда они понимают, что эти решения им принесли, и как эти решения можно улучшить. Так, планирование изменений и отчетность для IT-бизнеса. Очень важный момент, на самом деле. Я в течение нашей сегодняшней игры пытался на него акцентировать внимание. Я как бизнес хочу получать от IT не миллион графиков, не миллион каких-то там диаграмм и так далее. Я хочу получить у него две цифры. Я хочу получить там, если у нас количество звонков в следующем месяце будет такого же, то ваши убытки будут такие, если их станет меньше, мы внедрим изменения, ваши затраты будут такие, но убытки от количества непринятых звонков, они будут гораздо меньше. Я тогда как бизнес могу поймать, да, я сейчас латам деньги от них, но стратегическую какую-то инициативу, там новый проект, я пока отложу, потому что это для меня выберем. Если я увижу в нигде, он как бы графика в чертеже, то это будет хорошо, спасибо. Я вижу, что вы там что-то делаете. Давайте приходите в следующий месяц. Ну и, собственно, многие моменты, я здесь уже проговорил, это основные акценты, что с командой проходится во время рефлексива, промежуток между раундами. Как контролируют, то есть первая часть, она в основном направлена на то, как работают эти, как они взаимодействуют внутри, насколько успешно это получается. Дальше идет больше фокус на бизнес. Насколько он вовлечен в процесс предоставления IT-услуг? Как он транслирует свои бизнес-цели? Понимает ли их IT? В свою очередь IT. Интересуются ли вообще бизнес-целями? Или как бы они в рамках своих персональных обязанностей, задачи компании, как бы работают, работают, и не понимают, почему бизнес все ли на них пинает и говорит, блин, что-то вы не так делаете. Так, ну и следующий блок, как вообще они взаимодействуют? Работают ли они как одна команда, которая принесет бизнес-результаты компании? Вот так. Что тут есть еще? Если вы, коллеги, возможно, многие из вас знакомы как бы с этим термином, да, с этим названием, так вот эта игра, она построена вот на IT-л версии 3. И центральным, как бы, его основополагающим моментом является это, ну, как бы, определение сервиса. То есть, сервис – это способ предоставления ценности с заказчиком через содействие получения результата на выходе, который заказчик без владения специфическим затратами и листами. Это определение взято из библиотеки ITIL. То есть, фокус на чем? Чтобы IT стал равноправным участником бизнес-процесса в организации. И вот данная игра как раз поможет компания, может помочь компания, во-первых, при внедрении IT, например, чтобы вообще познакомить команду с этой методологией, может быть для того, чтобы посмотреть, как вообще они взаимодействуют между собой, какие есть проблемы. То есть, оценить уровень зрелости компании во взаимодействии ITIL и бизнеса. Но на самом деле я как бы вижу применение этой игры чуть-чуть шире даже. В принципе, любой бизнес-вертикали, двух бизнес-вертикал, которые не могут найти между собой язык, можно поиграть в нее и посмотреть, а правильно ли они вообще общаются, устраивая взаимодействие. Я предлагаю вам поделиться на четыре в данном случае команды и решить следующую задачу. У нас есть компания, мы в ней работаем. Каждая команда является сотрудниками компании под названием «Вселенная Случа». У нее не очень хорошая ситуация наступила, потому что у нее был план, который гораздо ниже, ну, план, который не выполнен. То есть у нас сейчас по факту объем продаж гораздо ниже, чем планировался. По факту это имеется в виду на 1 мая, то есть по приключительному. Предположительными причинами такой ситуации являются разные. Политический и экономический кризис некоторые называют. Некоторые называют награждение социальной планеты Сатурна в четвертом доме Скорпиона. Также минимальное использование современных технологий в работе с нашими клиентами для их привлечения и обслуживания. Соответственно, задача у вас есть. Время на выполнение задания 30 минут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы в общем просчитали, что наша компания недозагружена по мощностям. У нас загрузка идет на 70%. Администраторы, которые ну в общем следят за официантами и заодно принимают входящие звонки загружены на 90%, а повара существенно 8%. Это наши свободные ресурсы. Проценты свободных ресурсов. На данный момент каждая точка способна принимать до 20 звонков в час. И тут у нас тоже возникает загруженность на 90% по интернету. У нас дата запуска проекта первая новость. Бюджет 10 тысяч. Результат – рост продаж на 200%. Мы просчитали нашей такой сплоченной командой, что мы не попадаем в бюджет, если мы начинаем стартовать с момента здесь и сейчас. У нас только отдельный повар-служист занимает 10 тысяч в месяц. Либо же один сервер для обслуживания продаж у нас тоже 10 тысяч в месяц. Поэтому мы считаем, что с бюджетом в 10 тысяч мы на сейчас точно никак не попадаем в бюджет. Поэтому Наташа сейчас презентует нашу концепцию с цифрами. Да, микрофон. То есть мы подумали и посмотрели разницу между тем, что мы хотим получить между стоимостью и той суммой, которую нам готов выделить заказчик. Мы предположили, что стоимость внедрения нового проекта нам обойдется в 19 тысяч капитальных затрат. Это то, что нужно сделать единоразово. И у нас вырастет зарплатный фонд ежемесячно на 23 500. Мы не знаем из условий, возможно не уточнили, можем ли мы увеличивать на такую стоимость. Поэтому мы предположили, что мы не имеем права выходить за рамки бюджета. Наши решения основываются на использовании свободных мощностей и на использовании тех ресурсов, которые есть. Соответственно, в задании было сказано предложить вариант заказчику. Мы предлагаем заказчику два варианта. Вариант номер один мы говорим, вот то, что ты хочешь, вот будет стоить столько-то. Но не все потеряно, есть свободные ресурсы. Свободные ресурсы, недозагруженные мощности и свободные ресурсы то, что у нас уже сайт на самом деле есть. Мы предполагаем, что если сайт уже есть и там есть номера телефонов и озвучена проблема, то мы не обслуживаем ночное время. Значит, за те деньги, которые готов выплатить заказчик, мы можем себе позволить колл-центр расширить до ночного времени и таким образом мы только используем зарплатный фонд колл-центра. Это четыре тысячи. Это первая наша будет затрата. Вторая затрата. Мы подумали, что админ недозагружен и все равно сидит ночью в сетях. Поэтому пусть он посредством скайпа и посредством соцсетей обеспечивает, будет загружен на сто процентов, обеспечивает тоже какую-то часть приема на себя информации. Плюс пункт номер три, мы увидели, что у нас недозагружен повар, но у нас не хватает денег взять повара сто процентов, еще одного, потому что его зарплата десять тысяч. Поэтому мы загружаем шеф повара и берем ему подмастерье за пять тысяч. Таким образом мы реализуем то, что хочет заказчик за девять тысяч. Тысяча остается на добрые расходы. Спасибо. А сколько я получу в конце концов? А продажи вырастут на двести процентов? Продажи вырастут не на двести процентов, потому что мы дозагружаем оставшуюся мощность и мы дозагружаем поваров. То есть это то, что я сказала первым. Если заказчик хочет полноценные решения, мы даем вот эту стоимость. Если заказчик хочет десять тысяч, мы высчитываем за вот те девять, сколько мы его можем дать. Мы не считали, честно. То есть если мы запускаем проект, то я получаю в конце. Мы не считали. Мы говорим, что это будет меньшая сумма, потому что мы используем только вот эти тридцать процентов и используем добрые ресурсы. То есть мы предполагаем, но это не больше. Ну по этим цифрам это видно, что не больше пятидесяти процентов, не двести. Окей, чтобы пропорционировать, вы мне предлагаете два варианта. Первый – запускаем проект и расходы. Расход вот такой, да. Либо второй – мы дозагружаем. Дозагружаем, но когда доход будет не двести, потому что сайт сам по себе не даст прирост в двести процентов. Он даст только какой-то процент, ну честно, не считали, не буду говорить это, плюс пятьдесят процентов. Но мы можем использовать те мощности, которые у нас сейчас. Мы начинаем загружать то, что у нас нет. Мы получаем от этого какой-то объем прибыли. Мы получаем и вы получаете результат. Прибыли вы можете заказать нам проект. Вы получаете плюс рост продаж и потом вы можете завладить вот столько, там много денег и мы вам сделаем трикратный интернет-заказ суши лучше здесь и имя. Глубоко уважаемый заказчик, разрешите предоставить вам наше видение развития вашего предприятия. На сегодняшний день мы видим накопившиеся проблемы на вашем предприятии, которые необходимо решить, чтобы получить вашу выгоду и выполнить вашу задачу получения двести процентов прибыли света. Для этого обязательно и необходимо проапгрейдить сервер, поменять тарифный план и запустить интернет-заказ. Что естественно немножко разгрузит колл-центр, даст удобство пользователям, что они могут непосредственно в интернете одним нажатием заказать себе очень вкусный и очень полезный суши. Следующее, для поддержания интернет-сайта, так как не все люди умеют пользоваться мышкой клавиатуры, к сожалению, они будут звонить. Естественно, необходимо проапгрейдить АТС и дополнительно добавить людей в колл-центр, которые будут общаться с ними. И тем самым, получив необходимое количество звонков и обращений через сайт, наше производство необходимо расширить. То есть поставить дополнительные печки, палочки обязательно и новых поваров и людей, которые будут разводить. Соответственно, так как нам поставлены достаточно жесткие временные рамки, именно 4 месяца, мы распределили затраты. Изначально у нас начинаются все необходимые изменения. То есть у нас обновляется сервер, внедряется АТС и новое производство, но длительность этих операций разная. Быстрее всего заработает АТС, так как времени на установке АТС необходимо будет. Естественно, начнут получать больше звонков. Следующим за ним заработает новый сервер. И тем самым мы сможем загрузить имеющиеся мощности. И уже на следующий месяц мы получим прирост прибыли. В это время заканчивается новая площадка производства. И когда люди узнают про наш новый сервер, про наш АТС, смогут к нам дозвониться, к этому времени уже будет готово новое производство и оно сможет обеспечить соответственно выполнение всех заказов. И уже начиная с третьего месяца мы будем только наращивать. А что с моим проектом? С каким проектом? Я планировал проект, но я сказал представитель бизнеса, что это будет проект мой проект и мы должны его сделать. Я ему проверил. Совершенно верно. Это проект. Это проект по улучшению работы вашего предприятия. То есть вот эти все нововведения это в рамках этого проекта? Естественно. Начало у нас ограничено опять-таки восьмым месяцем 2014 года и завершение 31 декабря под звон куратору. С приростом прибыли в 200%. Ваше решение. Мы запускаем проект или нет? Естественно. Это ваше решение. Что вы мне советуете? Я вам советую запускать проект, но необходимо немного увеличить бюджет в начале для того, чтобы достигнуть… А немного это сколько? 9000. Или использовать прибыль, которую вы получаете. А так как инсайдерская информация сказала, что можно использовать прибыль, соответственно, можно увеличить начальную стартовую сумму с 10 до 19 тысяч. И тем самым нацелиться на получение прибыли уже через полтора-два месяца. Уважаемый заказчик, вы сами поставили перед нами условия, что сейчас кризисная ситуация, у вас плохо с деньгами. Вы готовы услышать радикальное решение, но мы вам обещаем не 200%, а 400 и два лексуса завтра. Первое решение. Мы закрываем все рестораны. Второе. Мы открываем дополнительные производственные площадки кухни, где готовят суши. Мы запускаем не только новый сайт мощный, который будет выдерживать огромную нагрузку по посетителям, которые будут заходить. Также мы запускаем мобильные приложения под айфоны, айпэды, андроиды и под все площадки, которые сейчас есть. Мы вкладываем деньги в аутсорсинг, мы не тратимся ни на какие свои затраты айтишные, мы все отдаем на аутсорсинг, даже логистику доставку. У нас будут доставлять сторонняя фирма, которая на велосипедах и на скутерах доставляет круглосуточное день и ночь, а также полцентр на аутсорсинг. И мы просто делимся прибылью с ними, там минимальные копейки уходят на это, но мы ничего не тратим. И все деньги, которые остались в закрытии ресторанов, мы вкладываем в подвижение, в контекстную рекламу, мы забираем абсолютно всех клиентов у ваших конкурентов, и они все обслуживаются у нас и доставляют круглосуточно. Завтра на сэкономленных деньгах у вас будет два лекуса черные сделай на четные и нечетные деньги. Звучит очень надежно, очень хорошо. А где же день? Я уже видел себя в этих лексусах, но я такой человек скептичный, поэтому мне бы хотелось видеть, где циклы. Временные рамки? Завтра. Завтра мы закрываем, получаем нау, покупаем лексусы, и сразу же... А как вы нау получаете? Вам еще закрыть надо, отдать кучу денег, чтобы закрыть предприятия? Мы не предприятия, это прямо. Мы закрываем только площадки ресторанные, а предприятия мы не закрываем. А деньги от чего получим? От закрытия ресторанов, от продаж, от увольнения людей, зарплаты и все остальное. Кстати, было еще такое, параллельное увеличение вашей маржи, наша команда предлагала это продавать франшизу, так как в Крыму сейчас закрылись все Макдональдсы, развернуться в Крыму и еще поднять деньги там, в русских рублях. Я говорю, что меня туда не пустят, даже на лексусы. Ну, не вопрос, будем французу по Украине продавать, можно и так. На Басе. А, на Басе. Ну, у нас тут есть условия кризиса, смотрите, сейчас, поверьте, продать помещение. А, ладно, кредит. Получить какую-то выручку из этого. Очень, очень. Здравствуйте. Случит очень заманчиво, но... Покупайте. Покупайте. А, я вижу, вы еще немножко колеблитесь, да? Сегодня есть в МСАУ с нее, мы вам все цепи. А, у нас новая идея, она фигмальная, прошиваясь к нам. Хорошо, спасибо, большое, спасибо. Очень приятно, честно, прошу. Я приветствую. Мы предлагаем, с вашего внимания, наш проект решения. Извините, можно? А вы кто? Ну, вот представитель какой родины? Представитель какой что? Какой родины? Какая у вас была бумажка, и кто вы были, как родины, хлеб? Я был представителем, но мы немножко реорганизовались. Соответственно, у нас есть основная команда проектная, которая вот там у нас находится, самое главное, мы зрители. А мы делеганты. То есть, меня выбрали главного делеганта. Вот, есть ваша у нас за финансовые по счету, ответственная. И есть Елена, которая стратегическим направлением у нас занимается. Значит, начнем с Елены, которая, собственно, основную стратегию развития и решения нашей задачи расскажет. А потом перейдем к циферкам. В общем, начнем с начала. Первое. У нас есть магазины и есть сайты. По магазинам у нас с вами есть две новости. Одна хорошая, одна плохая. Мы зарабатываем 50 тысяч в месяц. Плохая – это то, что мы недозарабатываем 150 тысяч в месяц. Сто. Сто. Еще лучше. Мы, ну еще у нас есть одна хорошая новость. Мы знаем, почему мы не зарабатываем 100 тысяч в месяц. Потому что у нас кризис. Следовательно, люди не ходят в рестораны. Здесь мы задаемся вопросом, стоит ли нам вкладывать дальше и недозарабатывать 100 тысяч, и при этом люди в рестораны все равно не ходят. Поэтому мы предлагаем закрыть два магазина. Решение, да? Наши первые задачи, проблемы – это мы закрываем два магазина. Почему два, а не один? Потому что на протяжении этих лет мы вкладывали в бренд. И мы уже сформировали свою аудиторию покупателей, с которыми мы планируем в дальнейшем работать. Мы развиваем один магазин, который остается. Мы вкладываем деньги в маркетинг. Продвижение, да. Мы делаем акции в своем магазине, привлекаем людей. А также мы формируем бренд, да, Вселенная Суши. По второму сайту мы арендуем оборудование. Мы не покупаем, следовательно, мы экономим. Мы адаптируем наши бренд-сайты. И мы используем собственные ресурсы. Это мы используем тех людей, которые работали в наших магазинах двух. То есть мы, во-первых, используем нашу площадку, а во-вторых, мы используем людей, которые там работали. Следовательно, мы тоже перераспределяем бюджеты и немножко экономим. Зарабатывают. Так экономим или зарабатываешь? Мы хотим показать это в цифрах, да, как это будет у нас в цифрах. Смотрите, у нас есть шкала. Нам компания попала с апреля месяца, поэтому график только с апреля и до конца года. Тут у нас идет графа расхода, которая вступает в силу после того, как мы запускаем интернет-магазин. Первый расход – это на запуск. И с следующего месяца у нас идут ежемесячные отраты на оборудование, это первоначальные отраты, и потом ежемесячные отраты на поддержание оборудования и на сотрудника. Мы получаем доход. После того, как мы заплатили интернет-магазин, у нас доход становится выше. Так, немножко отписка у нас в месяцах. Мы это делали в Excel, Excel посчитал правильно. И в итоге у нас получилось, что расход на создание интернет-магазина и поддержание его получился 130 тысяч, а доход мы получили 819. Если бы мы оставили просто магазины в офлайне, то мы получили бы в два раза меньше, это было бы 400 тысяч. Сколько тысяч? 130 тысяч? 130 тысяч. Бюджет был 10, это на создание интернет-магазина. Так вы не профессионалы. У нас есть наш доход, который мы можем использовать на то, чтобы ввести онлайн-магазин. Вы закрыли магазин, откуда вы возьмете доход? Нет, мы оставили магазин, в котором мы повышаем нашу узнаваемость бренда. Повышается узнаваемость бренда, повышается аудитория и, соответственно, заработок нам тоже. Мы устраиваем мастер-классы, промо-акции, презентации, которые позволяют нам поддерживать нашу. Смотрите, мы перед тем, как закрыли магазин, и мы уже 50 тысяч заработали, правильно? У нас есть бюджет. Почему? И ресторан, да. Вопросы – это хорошо. Коллеги, давайте подведем итоги. Вы говорите, что вы повышаете узнаваемость за счет оставшегося магазина, правильно? Но по логике вещей, если бы магазинов было 5, узнаваемость была бы в 5 раз больше. Подождите секундочку, у нас уже узнаваемость есть, сформирована. Нас уже знают. Нам нужно повысить, нам нужно рассказать людям, что мы не только ресторан, мы еще и сайт. И поэтому мы предлагаем вот этот вот кусочек бюджета вложить в инвестиции в сайт. Подождите, давайте так. Вы готовы платить, вы готовы заниматься бизнесом, который изначально выдачный? Который приносит вам 100 тысяч в месяц недо заработка. Коллеги, коллеги, можно я вас остановлю? А можно вы поинтересуетесь, как думает заказчик по этому вопросу? Что думает заказчик? Спасибо большое. Да. А я до сих пор не понял, что я в итоге получу. Все-таки мы закрываем его магазин. Да. Так. И запускаем мой проект. И запускаем ваш проект. На него, на ваш проект. У нас есть хороший бюджет. Мы сможем запустить его качественным. У нас есть люди уже, которые, в принципе, нам нужно немножко людей нанять. А остальные мы можем использовать для вашего проекта. У нас есть уже площадки. Нам не нужно делать затраты. Мы экономим ваш бюджет. И, соответственно, ничего не нужно доплачивать. Уже это все есть. А на сколько экономим? Экономим два раза, да. Мы не экономим, мы дозарабатываем. Потому что, как мы уже с вами определили, у нас сейчас в стране кризис. В ваших магазинах никто не ходит. Это видно по вашей прибыли. Потому что вы не дозарабатываете сто тысяч. Но давайте правду смотреть. Мы же с вами вдвоем работаем, правильно? Вдвоем сейчас обсуждаем. И вдвоем устраиваем. Ну почему? Ну мы же решаем одну задачу вдвоем. Ну почему? Пусть мягче, скажи. А у вас сейчас не все. Ну он сказал да. Мы со стороны сказали нет. А он мне вот так сказал да. Я как заказчик, я сам решаю. Я так думаю, да? А вы только предлагаете мне... Видите, как я болею за ваш бизнес. Я уже прям... Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Давайте, пожалуйста. Задание было творческое и с изюмем. Можно поднимите руку, пожалуйста. Кто был бизнес? Бизнес-бизнес или бизнес-антипредставитель? Бизнес-бизнес. Вы когда планировали представление решения вашего, там, одного, двух, нескольких, вы учитывали ограничения, которые стояли перед IT и перед производством? Бизнес-бизнес-антипредставитель учитывали, да? То есть вы как бы, ну, я понимаю, вы все работали в тесной группе, но вам как-то передавали, то есть они коммуницировали свои ограничения, вы посредством отчетов, да, каких-то, наверное, ну, если мы представим, что это реальная компания, да? Бизнес-бизнес у нас участвовал в обсуждении каждый раз. Да, конечно. А тогда же, к чему начинать? Надо что-то делать. Видите, 50, а надо 50. На Лексус мне так не хватит точно. А можно, можно, вот, как у нас была организована работа, мы собрали вот представителей бизнеса, представителей IT-представителей, начальник вот IT у нас был, организовали регулярные периодические встречи на, в течение вот этого вот года, и вот, да, встречались раз в день. Результат, 500 тысяч прибыли дохода. Хорошо, скажи мне тогда, ну, еще вопрос. То, что вам транслировал IT и производство, для принятия решения, вам было достаточно этой сорвации? То есть вы выстроили коммуникацию между... Да, не прошло, то есть приходилось дополнительно. В общем и целом, да. Хорошо, тогда представители IT и производства, а транслировали ли вам стратегию, бизнес-стратегию, бизнес? Да. Да. Хорошо, то есть, насколько я понял, то есть те данные, которые вам передавали IT, вас устраивали, на основании их принятия? У нас вообще жесткие ограничения были везде, нас не устраивало ничего. У нас вообще команда работала, вся команда, взяли бумажечки и работали над одним и тем же. Мы всегда работали и бизнес, и IT, и производство, мы все работали в кучке. И у нас были жесткие-жесткие ограничения, поэтому у нас вот такой и вышел, мы вышли на такой нереальный бюджет. Вот. Мы просчитали, у нас не получилось реализовать проект, потому что мы вас не хотим, дорогой заказчик, обманывать, как другие команды. Иногда очень приятно быть обманутым, я уже представил себя на лексусе. Это не обман! Так, коллеги, а можно я вас уточню, какое было задание? Предоставить решение согласия. Задачи написаны будут у вас задания. Они написаны, да, они написаны у вас задания, но ответы, они немножко были не в рамках задания. Договориться о варианте реализации, предоставить решение. То есть мы для себя так ставили решение. Вы же от вас не написали. Все реальные бункты выполнены. Договориться, давайте я прочитаю. Договориться о реализации проекта для повышения объема продаж в конце 2014 года. Скажите, вот когда вы спрашивали ваше IT-производство, какие ограничения, которые они вам рассказывали, они влияли на объем продаж? Влияли, да. Каким образом? Они нет, но то, что они делали, потом как результат приводило к возрастанию и так далее. Я согласен. Они вам какие ограничения транслировали? Наверное, объем затрат, который понесут в проект. Но на объем продаж они каким-то образом влияли или нет? Конечно, если у нас увеличивается, если у нас идет увеличение затрат, у нас, соответственно, идет увеличение продаж. Нет, мы сейчас говорим, вы говорите про прибыль, наверное, который я получил. Задание было какое? Получить объем продаж. То есть, возможно, у меня есть какие-то стратегические планы. В этом году я хочу увеличить объем продаж, извините. А в следующем году, наверное, моя прибыль после этого, возможно, вырастет. Они могут обеспечить вам увеличение мощностей, но гарантировать увеличение продаж, что обычно эти не могут. Нет, они не могут, конечно. Но вот когда вы спрашивали у них, вы спрашивали, может ли ты увеличить мне объем продаж? Или как твои ограничения скажутся на моем объеме продаж? Коллеги, я не буду вас томить, я хочу перевести план на следующую презентацию. Можно, да. По поводу IT-отдела. Значит, IT-отдел четко транслировал ограничения, что из-за того, что загружен сайт полностью, многие люди жалуются, что не могут дозвониться. Естественно, это влияет на объем продаж. Не дозвонившийся человек – это уменьшение продаж. Поэтому здесь прослеживается очень четкая линия. Согласен. Мне было бы интересно узнать конкретных цифр, а сколько тот, не дозвонившийся, приносит мне убыток. И на этом основании я могу принять какое-то решение. Но здесь нет дополнительной информации, нет среднего чека, нет количества обращений и так далее. Поэтому я говорю, что это задание творческое. Значит, если я не дозвонила сегодня и девяти друзьям рассказала, не звони по логике, то, значит, 27 копеек завтра вы не получили заказчику. Потому что сегодня я не дозвонил. Ну, отличный вариант. Может, презентации этого я не видел. Ну, там не было. Наши презентации. Лекции с ума сетактой. Виртуальный лекций, виртуальный. Я хотела бы рассказать про общие результаты игр, в принципе, как такого инструмента. Игра прекрасно поможет команде, это первое, на что она нацелена, осознать свои собственные проблемы. С какими они, вот, те проблемы, которые сейчас мешают им в работе. Работе в проекте, работе в понимании заказчика. Изменение поведения и влияние этого изменения на результат. И это изменение, эти результаты можно увидеть сразу же в игре. И попрактиковаться, насколько это хорошо, насколько это можно изменить и еще улучшить. Игра может повлиять на процессы и процедуры, если у команды, если у компании есть такая необходимость. Их изменить для достижения более хороших результатов. Игра помогает извлечь уроки из опыта, который получен в довольно безопасной среде, без траты огромных бюджетов компании на неуспешные проекты, на неуспешное взаимодействие разных бизнес-вертикалей. И также выработать в каждой команде шаги и улучшения, какие они смогут применить завтра, послезавтра, в течение месяца, в течение года. Направление для развития каждой команды. Мы рады были представить сегодня нам три игры. Это «Египет бросает вызов». Для начинающих команд по управлению проектами, там один проект – отработка основных навыков работы в команде и коммуникации. у нас есть игра «Топ-митинг» для продвинутых команд, для команд, которые умеют управлять несколькими проектами, и для отработки этого, а также общения с заказчиком. И «Гравый пицца» – это работа IT и основного бизнеса в компании, где IT – это поддерживающий бизнес, помочь им работать на бизнес-целе компании. Я бы хотела рассказать, на основании чего я делала выводы. Во-первых, первое задание. Первое задание было очень хорошим, и мне есть предпочтение, мне больше понравилась вот эта команда, но очень сложно придумать, как же мы разделим эти результаты между всеми. Между всеми. Поэтому, то есть это получается две команды, и какие-то люди из этой команды пошли. Ну, то есть довольно сложная эта игра. Поэтому мы предлагаем все-таки основываться на результатах последней игры, в данном случае. И сейчас я хотела бы сказать по поводу команды, которая предлагала «Лексусы», самая запомнившаяся всем, естественно. Она… Это очень хорошо, что люди умеют доступным языком обращаться со спонсором. Но в данном случае главным недостатком данной презентации я считаю отсутствие любых фактов. Но в привязке к реальной жизни, в принципе. То есть, ну, написано, начинаем тогда, заканчиваем тогда. Прибыль, прибыль… Да, было слово «завтра», но оно означало всего два факта. То есть, что-то продаем и что-то покупаем. И, ну, как бы, немножко вот не достает… Как я-то скажу… Пактожан, скажем, такого, который нужен людям, принимающим решения для того, чтобы его принять. Последняя команда, которая презентовала, опять же, очень много дискуссий вызвала сама презентация и несколько, ну, как-то, скажем, много вопросов возникло и много вопросов к самим, например, расчетам. Потому что, если просто посмотреть, что у нас прибыль за последние 4 месяца 50 тысяч, то это никак не прибыль в месяц. Ну, такие самые простые вещи. И поэтому вот последняя команда очень так специфически, я так поняла, что все вот так и не поняли, о чем с ней, о чем с ней начинали. Ну, мне на самом деле понравилась презентация, и как бы она была такая со стороны. Я ожидал, как бы, ну, больше творческое, не только решение вот того вот, на самом деле, задания, которое было… Да, да, но из-за того, что здесь были ряда ошибки в расчетах, поэтому не она. Оптимизм у команды очень такой вот, да, сильный, я бы сказала. Вот. И теперь две команды, которые заставили нас задуматься. Это первая и вторая. Команды, обе, которые, в принципе, оперировали фактами. Они были привязаны к деньгам, и эти деньги были из задания, они были реальны. И здесь из двух команд, которые предлагали решение, нам больше понравился, несмотря на вот этот вот специфический отчет, команда номер два. Поздравляю! Команды! Команды! И объяснил, собственно, нашу позицию. Позиция была такая, во-первых, это единственная из всех команд, которые подошли и спросили заказчика, потому что это, ну, это не было запрещено, это не было написано, время, когда это можно. Они, во-первых, поинтересовались некоторыми вопросами, то есть они уточнили информацию. И второе, очень, что на самом деле тоже очень-очень важно, особенно в фокусе нашей игры и взаимодействия бизнеса и IT, у них, ну, я так понимаю, что вы из IT, ну, в IT работаете, нет? У меня такое ощущение сложилось, потому что это был язык айтишника, который очень хорошо понимает, что нужно бизнесу. То есть вот это вот нас больше всего покорило. Субтитры создавал DimaTorzok